А что ж, вот всем доброго утра. С Эдди меня опять разбудит. Я думаю реально можно заказать большую подстилку для них обои, такая у нас хорошая погода, снега нету, все, Садичка, ну гулялись, пойдем домой, все, пойдем, 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 я заменула, там очень холодно, вот видите, у нас все повесили эти таблички по газонам, и собака не гуляет, еще и дышать, наверное, тут. Весик, мы сюда ходили по площадке, где Садичка просто бегал, бегал за кулером, здесь вот, мы прямо на каждом углу повесили, Садичка, а то я тебя сфоткаю, или вам с табличкой. Садичка, выходи на нашу ножку, выходи, выходи, давай. Я сейчас тебя закрою, ты будешь сидеть там. Садичка, последний шанс? Давай, выходи. Садичка, я сейчас закрою тебя. Вышел? А-а-а, кто не слушается? Все, закрывай. Ёжкин кот, садичка, выходи, господи, что? Нет, Садичка, давай, походи. Ай, какой упрямый. Заходи, давай, 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 господи. Там Саша еще спит, просто опознай не могу снуть. Сейчас вовсе почти 9 часов. Дело в том, что я с Садичка обычно очень рано хожу, а Саша очень поздно. Но мы вырубаемся часов, не знаю, в 10-30. И когда я Сашу дужу, типа, иди гуляй с собакой, он после этого не может заснуть. Он потом где-то часов до 3 просто лежит, смотрит телевизор. Я уже не знаю, кому бы. Но я тоже не хочу постоянно ходить с собакой гулять и утром рано, и поздно вечером. Ну, в принципе, поздно вечером я не хочу гулять, потому что все-таки это небезопасно. Поэтому не знаю, надо, может, его слить за ним, чтобы он не заснул. Да, кстати, папа мне, когда привез, да, вчера, принес такой кофе. Сейчас хочу попробовать. Да ёжкин, Саша, ну. Так, ну что, я сейчас буду варить этот кофе. Если честно, но запах очень даже нечего. Давайте посмотрим на нашу пшеничку. Не, ну вы посмотрите, ну вы посмотрите на эту мордочку. Там на выходе сидит женщина советского типа. Я каждый раз, когда выхожу, говорю ей до свидания, она всегда мне говорит о проекте. Она говорит, всего доброго. Смотрите, не отлипает от тапольки. Ну, видишь, как Сетька скучала по тебе. Вообще, Каффи такой любивильный, он вчера мне нанизывал ноги. С утра мне тоже что-то обрезал полностью, руки начал вязать. Какой-то такой ласковый стал. Надо тебе по часу, дедушке, отдавать, чтобы ты такой суперсладкий к вас возвращался. Ну, иди к нам, Сетька, иди к нам. Будет тебя тоже гладить. Моя мордочка. Кто еще скучал по таплинке, пишу, если несколько дней его не было. Потом садится просто на выходе любое свободное место. Ждет, пока кто-то подойдет, скажет, что это не его. Что, требует, требует, чтобы гладили. Да, вот так вот гладить. Двери закрываются. Вот это охватка. Ура, Каффи, я буду с тобой играть. Ура, ура. Тофочку отпустили. Но тут, знаете, как бы надо смотреть в оба, потому что много собак все-таки ходит. Ну, а мы следим. Так, стойте. Слушайте, давайте туда, Саша, пойдем. Что-то там просто собака. Пойдемте. Дай, сяди за мной. Блин, да машина стоит. Сяди. А что ты вдруг перестал это делать? Можешь узнать? Сядечка, солнышко. Как камера включается? Шелковый. Пытался залезть на вот этот вот комод. Не забрал. Не понял. Короче, на этот комод он пытался залезть. Услышал звук щелчка мотора и такой... Это не я, я вообще тут ни при чем. Она все врет. Ну иди сюда. Ну иди сюда, манечка. Что мы грустные такие? У меня сейчас на работу надо ехать. У меня еще так далеко ехать. На самый низ красной ветки. Самокат я уже подзарядила. Я обычно до метро езжу на самокате. На обратном пути надо ехать в магазин. В хозяйство у меня закончилось... У меня закончилось все из хозяйственного. Мыло для рук, стиральный порошок. Значит, гель для мытья посуды. Что-то еще закончилось там. Еще кое-что закончилось. В общем, надо будет в улыбку радуги зайти. Не знаю, она работает или нет. А еще я тоже подстригла с ними волосы. Я взяла Сашу машинку для стрижки бороды. И у нее есть насадка, которую можно состригать. То есть я стригла... Когда я стригла Сашу... Помните, я показывал в предыдущем видео? Но я целиком его не показывала. Кто-то говорит, что я его на лосе подстригла. Нет, я его на лосе не стригла. Просто у него очень сильно волосы отросли. В общем, мы перед переездом... Я куда-то делала насадку, которая для его машинки... Филлипсовская у него машинка для стрижки бороды. Плюс насадка 3 мяч, чтобы, знаете, можно было подстричь волосы. Потеряли. И я предложила вот той машинкой для стрижки собак. Ну, давай. Там типа 4 насадки. Там 3 миллиметра. 6, 9 и 12. Все получилось. И сегодня что-то я психанула. Решила подстричь себе волосы. Не, ну, в смысле... Это у меня... Они у меня не такие короткие. Это у меня типа как челка. То есть у меня волосы были вот так вот, наверное. Вот. Я сама периодически их ножницами кухонными подстригаю. А тут решила попробовать вот лезвие. Но, если честно, что-то как-то не очень. Все-таки надо ходить в парикмахерск. Потому что вот так вот просто не провести. Надо, чтобы как-то проредили волосы. Ну, ладно. Уже дождусь, когда можно будет. Когда все откроется. Хожу, подстригусь. Потому что все не расчесывала. Блин. Просто вот как будто застревает в пальце. Хотя волосы гладкие, прямые. Вот. Ну что, я вернусь, в общем, с работы. И Саша мне пока ехала. Присла мне такое сообщение. В общем, ребята. Микрофона моего нету. Я оставила вас без хорошего звука. Это логические видео. Настроение не... Да фиг, что ты давишься постоянно. Не очень. Зато зашла в лодку радуга. Я купила только вот, как она теперь будет. Домой у меня закончилась. Крошок стиральный. Помидоры купила. Клубника пошла. Хочу варенье сделать. Клубничное. Да? Бессовестный. Вот смотришь. Только что хотелось. Я сейчас лежу, отвечаю на ваши комментарии. Хочу сказать спасибо большое за то, что вы пишете. Я все читаю. Сейчас параллельно тут я еще включила какой-то сериальчик. Ну, так, знаете, чтобы это просто было фоном. Один момент хотела сказать. Так как сейчас у меня сообщений очень-очень-очень много. И я сейчас трачу даже больше иногда времени на ответы в комментариях, чем на монтаж некоторых видео. Поэтому я сейчас хочу несколько дней. Скорее всего, я не буду прям каждому-каждому отвечать. Но вы знаете, что я все равно все читаю. Просто одно дело, когда ты прочитаешь. Это, в принципе, очень быстро. Другое дело, когда ты начинаешь печатать, отвечать. Это занимает в три раза больше времени. Я периодически буду отвечать. Нет, я никуда не пропадаю. Но я имею в виду, что у меня пока что из-за того, что я, помните, говорила, что у меня сейчас глаза очень сильно болят. Я хочу делать небольшой прерыв, чтобы снизить немножко вот это вот экранное время. Поэтому я надеюсь на ваше понимание. В дальнейшем, как все у меня пройдет, я также буду отвечать. Но пока что вот я просто уже сижу, вот уже часа полтора я отвечаю на комментариях. И это я делаю каждый день. Вот сообщений еще очень-очень много неотвеченных. Поэтому сегодня я точно всем отвечаю. Потому что, видите, тут очень много и очень больших сообщений. Пока все это прочтешь. И хочется каждому ответить. Потому что я понимаю, что вы пишете, тратите свое время. Я всем благодарна. Если я где-то не отвечаю, не ответила, то вот не сердяйте, пожалуйста, на меня. Короче, я сейчас читала комментарии под последним видео, где я высказывала, точнее рассказывала историю про то, как мы с Сетькой сходили на прогулку. И там была ситуация про детей, с которыми мы столкнулись. Несколько человек сказали, что я, видимо, не люблю детей, как-то очень негативно к ним отношусь. Моя была ошибка в том, что я, так скажем, в том виде не сказала дисклеймер. Поэтому давайте расскажу вам в этом видео. Я могу с уверенностью сказать, что я очень хорошо отношусь к детям, к родителям. Я знаю, что существует, есть очень много хороших воспитанных родителей, детей. Я с ними очень много сталкиваюсь. И также видео про стоит ли гладить собаку. Я говорила, что я, если вижу, что человек, ну так скажем, мне нравится, что там спрашивают, я с удовольствием даю погладить там собаку. Ну, с удовольствием я разрешаю погладить, да, собаку. Ну, бывают случаи, которые с нами случились там на днях, которые, как мне кажется, они неверны, да, с точки зрения, не знаю, какого-то общественного восприятия. И большинство людей меня поддержали, да, написали свое мнение по этому поводу. Некоторые были достаточно категорически грубые, так скажем, высказывания. Но YouTube-площадка она такая. Также был комментарий, что я должна была объяснить ребенку, именно объяснить, что так делать нельзя. На самом деле такое двоякое, если честно, ощущение. Потому что, с одной стороны, да, я могу сказать свое мнение, то есть сказать, что типа так нельзя делать, объяснить почему. Но, с другой стороны, вероятность практически 90%, что там мама или папа, которые стоят, так скажем, рядышком, им не понравится, что что-то я, так скажем, высказываю, да, чему-то учу. То есть я не говорю про какой-то тон, что типа я начинаю кричать или еще что-то. Потому что большинство родителей, они не любят, когда, так скажем, лезут в их, не знаю, взаимоотношения с детьми или чему-то учат. Типа, кто вообще такая, что я вообще учу. Поэтому я предпочитаю в таких моментах немножко свое мнение при себе оставить. Да, очень редко, когда я могу что-то сказать, ну, как этим мальчикам. Вот, по поводу мальчика, возможно, немножко нанесла информацию. С самого начала это было специально сделано. То есть, когда мы проходили, он дождался, когда сетька проходил, прям перед велосипедом. И знаете, ну, это мальчишки. Это начинается типа, а давай, интересно, какая будет реакция у собаки или, не знаю, у хозяйки. И они специально начали делать. Второй раз, когда они начали, вот, так скажем, звонить в звонок после моих слов, что типа, ну, зачем ты испугал мою собаку, это было уже точно назло. Это сбилось с мысли. В общем, я начинаю прыгать с одной мысли на вторую мысль. В общем, заключение моей долгой мысли, которую я не могу собрать в течение, блин, 4 минут, я нормально, хорошо отношусь к людям, к мамам, с детьми. Я, кстати, вспомнила еще один случай. Это случилось незадолго до карантина. Я езжу на работу на самокате. У меня электросамокат, метро находится достаточно далеко, поэтому я, в принципе, все время на самокате. Так вот, я еду по дороге, и, в принципе, я никогда не наберу большую скорость, тем более там был такой небольшой поворот. В общем, я еду. На обочине стоит очень-очень много машин. Я проезжаю, смотрю, стоят, ну, вдалеке, то есть от дороги, наверное, в метрах двух. Компания, там, несколько женщин. То есть они стояли не то, что они дождались, что они сейчас будут переходить дорогу. Нет. Вопрос вот как раз, что они не стояли. Просто каким-то чудом. Я смотрю на женщину, а она смотрит как-то вот, посмотрела так вниз, и вот как-то в сторону. Я в этот момент начинаю смотреть, куда она смотрит. Думаю, мало ли там собака без поводка сейчас, не до двух, выбежит. И я случайно увидела шапочку ребёнка. Я понимаю, что маленький ребёнок где-то вот тут вот. В общем, я начинаю на всякий случай замерзать скорость, потому что мало ли он выскочит на дорогу. И что вы думаете? Ребёнок начинает выходить на дорогу. Я, естественно, начинаю как бы тормозить, немножко так вот и бежать. У меня возник вопрос, что женщина видит, увидела меня, что я еду на самокате, на электросамокате, да, и она видит, что её ребёнок идёт к дороге. И она вместо того, чтобы снять ребёнку, сказать, стой, да вообще, в принципе, как ребёнок может переходить к дороге один? Она ничего не сказала. То есть, если бы я случайным образом не заметила эту шапочку, эту женщину, что она куда-то посмотрела, то есть это, знаете, не было такого, что типа она смотрит на ребёнка, там испугалась, нет, она просто посмотрела. Знаете, такое ощущение, что это была, не знаю, какая-то провокационная ситуация. То есть, если бы я, не дай бог, не то, что сбила, да, то есть, да я даже не хочу думать о том, что могло бы быть, естественно, я была бы виновата, ну, сто процентов, тут как бы и спорить не нужно. Но, блин, ты видишь, что твой ребёнок начинает переходить дорогу, я еду на самокате. Ну, тут вот к вопросу про некоторое воспитание, вот тоже в нашу копилочку с историями. И что они смотрят, так я что-то не понимаю. Блин, там они две мойки такие строили. Капочка, тут вообще ничего не вкусно, не съедобно, так что даже можете смотреть, честно. Вообще невкусно. Капочка, всё, сдался? О, чё мой заячек? А вот второй заячек. Я сначала, когда зашла, перепутала, думала, тут с этика лежит, там тафонька. О, текусь, боди. Подстилка такая большая, и тафочка кажется таким маленьким. О, чё мой заячек? Я успокоен, давайте. Продолжение следует... Продолжение следует...